ну все настроилась привет всем услышал я так и знаю что всегда как только сейчас первое слово прозвучит привет всем покажите меня но пробегает там кондиционер работает зале мути резал нужно пробегать из своей спальни только быстро прям мухой и нету мама выключила уже а вот так но пойдем пойдем поздороваешься короче весь еще дебарком стоит чубчик у нас звук выключат у нас забанят когда-то дерево болел да вот это бабушки сон рассказывал не досмотрел его дали к разбудил потом они поехали на интер и моста нормально да но всем поздоровался огурчик вот это вот приболел и главное сутки прям я за него запереживала капитально чтобы ну что такое сутки продержала его так крепко и все прошло а сегодня позвонила утром и как дела мы спрашиваем как там наши неконтактные племена все данечка наш данечка сегодня приболел тем же самым чем и вовчик поэтому не знаю как у них там ну вот а мы сегодня с вами позавтракаем сегодня сказала доброе воскресное утро на улицу даже не выходил ну как я высунул нос но там так жарко так жарко не хочу вот честно поэтому я себя сегодня знаете ну как вам сказать я не скажу что жестко но это чисто белковый блинчик белковый здесь короче я отделила белки от желтков он желточки вон они что нибудь я из них состряпаю конечно постряпаю а это чисто белок я его подсолила поперчила почесночила сухой чесночок сюда и вот все вот это на сковородочку буквально две-три капли там растительного масла размазала по сковороде кисточкой и вот такой вот блинчик шикардосный у меня получился это чисто белок здесь двести восемьдесят грамм белка я через весы пропустила потом я посчитаю калорийность моего завтрака и я вам скажу в конце какая калорийность будет когда олечка будет заливать она обозначит калорийность и вот сегодня я решила и досыта покушать вот утром и лишь хвастаюсь что зубы ли сета человек встал и начал что блин тебе с твоим зубом строго лежать надо в ближайшем положении это точно видишь я же но как рот откроет так зуб болит а вообще ну ну я договорю об ты проскальзывает ну просто каждый же показывает свалить 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 вот и вот такой вот блинчик и переоденься сейчас совсем поздороваешься давай вот и вот этот вот блинчик он и сытный и здесь очень мало калорий много белка естественно раз это белок и этот белок куриный белок он очень легко усваивается человеческим организмом и он для него для организма он самый легкий это белок вот прям все такая умная да вот и я сегодня сделано маленькую чашечку салатику это ну для меня это маленькая ни о чем здесь у меня три огурчика но маленькие один помидорчик 2 яблочко и все даже травы нет потому что у меня по траве уносит если я сейчас пойду собирать травку то все я опять тазик на руку и вот здесь вот у меня заправила я даже не буду вас обманывать не сметанкой нет вчера была сметанка я потому что остатки доедала а сегодня ну как у нас семье не естся майонез мы не едим вообще не едим вот как-то как сели на правильное питание мы как-то убрали его у нас только бастовал против этого саша майонезик он любит вот и ну я все время стараюсь что-то какой-то майонез вот не знаю почему-то домашний мне не очень нравится но не знаю почему вот вот сколько раз делал получается он действительно очень густой нормально не знаю почему вкус вот но все равно приучили нас вот к этим всем добавкам и мы к ним уже настолько привыкли мы хотим ощущать в этом продукте именно вот этот вкус да а домашних без всяких вот этих добавок ну что-то не то вот и мы этот раз магазине были вот сколько раз я смотрю майонез сметаны я никак не пойму вообще что это за сметаны и вот что это за и вот извращение честное слово но думаю куплю-ка я смотрю большую пачку купила думаю саша по-любому его съест понравится не понравится он его съест потому что майонез он ест он просто берет кусок хлеба вот так вот на него надавит этого майонеза и вперед ну любит человек а вот и смотрю вот эта большая пачка прям тает на глазах я говорю саш что вкусный майонез он вы знаете вам очень вкусный реально очень вкусный я сегодня думаю да я попробую что за майонез но я вчера правда взяла знаете вот так на пальчик себе чуть-чуть выдавила попробовала ну да вкус отличается конечно от обычного майонеза чем то что вот в обычном майонезе по-моему там уксуса дофига вот а вот в этом уксуса намного меньше и он мягче такой вкус мягче и более это и вот я сегодня чуть-чуть сюда майонеза положила посмотрим что будет и как всегда свежезаваренный чайочек зеленый из любимого доченьки новочайничка увидите тень прошла по стеклу это на весы пошла если сейчас не крика не будет значит вес нормальный а если сейчас виску слышите значит вес вверх пошел нормальный ну слава богу ну и так приятного всем аппетита давайте покушаем оль я же сказала тебе ты слышал или нет я всем говорила даник заболел слышала вовке говорю вкусно вот это вещь да я говорю как у вас дела но он говорит до трех часов вот не спим даничка нам спать не дают у греча случилось то же самое что и у меня вот это вот у него вчера и болел животик воля у тебя ничего не будет здравствуй я глеба глеб не вышел из машины даже да это раз а второе я что хочу сказать даник считает в тот день он только один день с вовкой поконтачил у него еще только возможно это поэтому нет у тебя ничего не будет выпустишь а же скулить будет а ну да сейчас секунду мончка выходить рыдает не выпусти закроешь ее там она рыдает ну и вот так вот вот знаете вот этот вот блинчик он реально очень вкусный всем рекомендую это чисто белок мне здесь я живу 280 грамм белка организм вот так вот насытится и организм тратит очень много калорий на переработку белка он работает во всю поэтому но посмотрим этому делу можно ну конечно один белок есть не будешь потому что это тоже вредно и организма вредно и для почек в том числе но вот так вот периодически себе белковые разгрузки делать можно и вкусно и эффективно вчера получили очень интересное очень интересный комментарий под видео у нас забудь по моему ну короче забой у нас начался вот так и комментарий мужчина какой-то пишет александр иванов по моему не знаю забыла иванов знаю что а покажите а пусть на камеру олечка забьет утку закажите запишите покажите нам олечка сидела рядом когда все прочитала улыбаешь заказ тут на тебя пришел на ночь и такое как раз уточку обрабатывал все такое не бреда вот так и так она мам вот и вот выставила меня киллером нервы но кого и должна была ты делаешь ты ты отвечай за свои деньги но посмеялись посмеялись нам забанят ведь однозначно говорю что забанят нет ну знаете не знаю как я ее уговорю не уговорю но у нас осталось три уточки вчера мы нет собирали же всех запланировали 6 не зря говорят хочешь размешить бога расскажи ему о своих планов планах но так и я сидела с утра сифоне на он шестерых вечером вот так мы сделаем аж 33 раза троих сделали саша еще пришел когда с работы покушал все и говорит вам вы уверены что вы действительно хотите всех шестерых время уже 8 час грузов не разлагали цеплену там и тебе надо ты вот в этой процедуре меньше всего он задействован поэтому тебе она надо ну да нет мне не надо этот вирус видимо перелетел на олечку но зарубила значит она троих обделывает через этот через окно мне подает 3 говорит мама ты уверена что еще три надо посередине и вроде бога заходите заходи домой и все сегодня будет так что осталось три штуки если я сегодня он это не сделает на камеру я это сегодня не запишу то извиняйте потом только осенью цыплята бройлер у нас цыплят бройлеров мы хотим вот именно подержать до осени спокойно ровно не спеша какие бы удачно и неудачно они бы не были там нормально будут до осени ну вот поэтому то может потом только осенью но вообще кто знает мою олечку тут не усомнится в этом не на секунду у неё рука не дробнет она вот эти настолько волевой ребенок очень волевой сейчас я вас настрою как-то как-то что-то не так что-то пошло не так как-то песни она ей просто нужно настроиться я помню когда первый год переехали сюда и первый год мы спокойненько прожили нормально а потом мне торкнула а давайте возьмем цыплят уж мне их долго уговаривал говорила взяли мы цыплят вот рубить их саши же нельзя рули а кто я говорю пожалуйста в свое время я очень много перерубила курей ну вот в тот момент когда мы их начали держать во мне еще было 150 килограмм и для меня это было настолько тяжело даже вот согнуться чуть-чуть я говорю без проблем пойдемте пойдем уличка саша на работе был я пошла и очень знаете наклонилась да и один раз то вот это тюкнул и там нужна очень такая сила руки она же очень бьется птица особенно вот курица она вообще в бройлер крупная курица она очень сильно бьется я ее поддержала пока вторую я еще помню отрубила и голову но все я там чуть не померла мне дурно все не то что я чего-то боюсь или что мне тяжело было вот это в наклон все и вот тогда все взяла на себя оля а для нее это было так страшно курицу когда ложишь но естественно у него просто открыты куда он смотрит но вверх и вот она ее ну закрой глаза ну закрой но облегчит и мне вот эту работу вот она вы знаете она одну курицу говорит полчаса игры вот и заколебала честное слово давай лучше кого-нибудь позовем чтобы нам помогли да чё такое ты с одной курицы беседы и проводишь как я не знаю потом смотрю она вот как-то собралась и начала рубить и вот с тех пор она рубит она не жгла на девчонка очень волевая рука у нее не дрогнет она руганет но знаете наверное все таки сказывается то что человек вот до рождения ребенка она активно занималась спортом и вид спорта у нее такой карате был рукопашный бой знаете это не для слабых такой вид спорта и она очень такие проявляла способности в этом виде спорта и все прочее поэтому она очень волевой человек очень и все у него получается чего она хочет она всегда добивается она вот затем целеустремленная упертая вот ей надо она это сделает при всем при этом мужчина вот такие вот я считаю вот этот рукопашный сбой вот это все это очень жестокие спорта очень но она вот им занималась вот с малых лет вот с малых лет и все это вот нравилось очень да если бы не глебка и она бы наверное до сих пор занималась и вот при всем при этом она осталась добрейшим человеком она вот очень-очень жалостливый и всех жалко вот если где-то она кого-то уйти надо помочь она вот едет по улице на машине едет если она увидит идет эта бабушка какая-нибудь вот вся там сгорбленная видно что она вот такая вот совсем она остановится она догонит ее она ее чем-нибудь угостит обязательно вот вот это добрейший души человек вот настолько это добрый человек очень такой отзывчивый душевный вот поэтому вот мне кажется вот настоящие вот кто по-настоящему вот занимается вот этим вот вот спортом вот уж настоящие как-то вот спортсмены они все равно они остаются они очень добрить и такие добряки они они сильные они выносливые и все прочее но они очень очень добрые в душе и ранимые в душе вот и но однако она вот сильная, ловкая, все прочее, но как тот слон. Вот слон мышей чего боится, да? Здоровый, вот такая вот громила, он боится мышей. Да, вот точно так же у нас Олечка. Вот у нее зубчик болит, вот этот бедный мой ребенок. Мы ее жалеем всей семьей, нам ее жалко, она вот страдает вот от чего-то, от где-то, от малейшего. Она ребенок, в душе она ребенок. Хотя и сильный, и может преодолеть, что-то, ну вот, вот так вот. Поэтому, знаете, меня сейчас понимает тот, кто знаком с нашей семьей, кто знает Олечку. Вот тот меня понимает, что она действительно такая. Она никогда не предаст, она никогда не оставит друга в беде, нет. поэтому и курьера, и уточек она правда рубит сама. Она девчонка такая. когда они с Сашей поженились, Сашу, и вот, Сашу, все его друзья, и в Алмате, ну вот его старшие товарищи, начальство, они его жалели. Один был, я не знаю там кто, прям старший, старший. Саша поехал туда, на рукоположение. Ага, тот его спрашивает. Ага, тот его спрашивает. Ты мне скажи, твоя коротистка тебя хоть не бьет? Он, нет, батюшка, не бьет, не бьет. Ну вот, подшучивали над ним. Подшучивали те, кто не знал улечку. Вот, ну а вообще, кто знает ее... Те, говорит, не спрашивают, те уверены, что бьет? Нет. Она... Давай, хватит при меня обо мне. А ты не подслушивай. А ты не слушай, тогда я уже на кухне кофе сидела. Все, рот закрой и не мешай. Ну вот так. Так что не сомневайтесь. Бьет. Бьет. Курей. И вот так. Не Сашу. К своей семье она относится очень дирижно, трепетно, ласково. Поэтому треснет и извиняется. Треснет и извиняется. Ну, она сейчас наставляет. Пока она в ванной была, там умывалась, да все, она вот этого не слышала. А сейчас она начинает, ага. Бьет и плачет. Ребенок ранимый. Очень жалостливый. Ребенок ранимый. Бьет и плачет. Да. Извиняюсь часто. Она... Она кроет за трещину отвешивая, извиняюсь. Да, да, да. Она за все время не сносила ни одного платья. Качественные берем просто. Прям турецкие, дорогие, качественные. Угу. Вообще платья не носят. У нее это ее одежда, это ее и парадно-выходное, и у нее спортивный стиль. Да? Джинсы, шорты, все что угодно. Да? Да. Ну скажи, что я вру. Нет. Ага. Я никогда не обманываю. А что обмануться, если это правда? Да? Я даже сплю в джинсах. Ну, спишь-то ты в шортиках. Муха. Угу. Отвлеклась от этой Олечки. Она, знаете, как бы зубок не болел, а ручки-то тянутся к тортику. Естественно. Там осталось два кусочка. как раз один ей, один глебушки. Ну и потом что-нибудь. У меня болит зуб, но не мозги. Поэтому отказаться от тортика я не в состоянии. Угу. Мозг у меня функционирует хорошо, даже несмотря на то, что у меня болит зуб. Угу. Вообще, мозг это моя сильная черта. Угу. Это вот. Сторона. Сторона, да. Это сторона. Ой, руки затрясут. А самый большой кусок выбрала, поэтому донести до тарелки не смогла. Баба. Баба, не можешь. Вот. Это, конечно, да, мое мое главное достоинство. Тебе не сплохеет такой кусман? Вот что ты под руку? Ага. Нет? Я еще вот до палочки себе сейчас наковыряю. 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 Оля, я пивок ем. Ну, каждый раз свое. Ешь пивок на здоровье. А я вот тортик. Белок вообще вещь хорошая. Торт вкуснее. Помнишь, мы когда худели, сколько мы этого белка поели? Боже, сколько мы желтка выкинули. Ужас. Сколько мы выкинули желтков этих. Ужас. Белок каждый день. На завтрак у нас либо отварной белок, либо вот так вот поджаренный. Ну, а что он? Блинчик, да блинчик. Ага. Он вкусный. Он очень вкусный, да. А желтков мы сколько повыкидывали. Это ужас. Саша, мама. Мне желтки очень нравятся. И вот когда мы варили отварные яйца, отварной белок ели, я эти белки складывала. Ну, поедим мы, значит, раз и два. Из холодильника достаю эти отварные желтки, разминаю их с майонезом, с чесночком. И у него такая мазюка получается. Ему страшно, это дело нравилось. Ну, вот так вот мы ели белки, Саша, желтки. Ну, не давал он нам их выкидывать, потому что очень нравилось. Помнишь, как ты ему эти желтки делал? Майонез туда растолкешь, приправку. Ну, я сейчас рассказал. Он говорит, на ухоосложнение дало, я гордюсь этим ухом к тебе стояло. Ну, я рассказываю про это. Он говорит, а помнишь, как ты ему делаешь? Я сижу, слушаю. Думаю, может, новый рецепт какой-то? Нет. Я, если тебе говорю, на мозг еще осложнение не дало, поэтому нового рецепта не будет. Ну, вот так. Я сейчас это доем, тут осталось мало. Вон, чуть-чуть. Ну, вот, я смотрю мультику. Школа мульства. Ага. Сейчас выпадет экран. Ага. Вот, победитель зомбисы. С этими зомбиками. Бедные детки эти современные, да, Оль? Ага. А потом вот там есть еще скелет, газ. Да ты что? Ну, если по-нормально, я забрасываю. О. О, он. Кофе пришел. Звук. Это звук утра. Так просыпает, как начинается утро. И просыпается Леон. О, Олечки, да. Кофеварка. Что говоришь? Я говорю, кофеварка. Угу. Тоже на звук. Сварился мой кофе. Это у нас вот этот вот знакомый был. Отец Лука, итальянец. Это он ей подарил эту кофеварку. Он привез ее из Италии ей. И всегда, когда вот так кофе готов, и вот он, значит, уже вышел оттуда, он всегда говорит, Оля, он пришел. Так он не сварился или как-то. Он готов там. Оля, он пришел. Кофе. Ну, хорошо. Где только... Ну, здесь же гады, осьминоги. Оно многое. Оно мальчиков. Да, они то на кухне, то в ванной. Я уже в ванной одного нашел. Ну да. Ты видела на лейке вот этой? Нашел, он ползает. Ты сама-то испугалась? Очень. Да, он за уход, да. А этот у нас нет. Может, бабушка его не видела? Ты поймай, принеси бабе, покажи. Она не видела с ним, и все. Это фигня, что в доме пауки, это фигня. Два паука на такой дом. Мама, ты считаешь, что у меня что? В бабушкиной спальне еще ни одного нет. Ну, слава богу, что нет. А что, парочку надо подкинуть? Так бабушка боится пауков. Так она подружится с ним, откуда ты знаешь? Ты договоришься сегодня? Ага. А чем вы, как про пауков заговорили, так ты сразу молча жуешь? Я молча нервно жую, я этот блин умяла за секунду. Слушай, а если ты так, не, я сейчас лепла, ты так пауков любишь? Тогда приезжала выставка пауков, чего ты не пошел? Он тогда еще маленький был. Вот я еще с Глебом разговариваю. Я тогда еще маленький был. Все? Потому что ты ему вопроса на засыпку, он еще сразу не врубается, что надо ответить, а ты его засыпаешь. У него мозг функционирует нормально. С утра у тебя сильно функционирует? Ну, у тебя функционирует на тортик. Все съел, я бы еще работал. Я на выставку пауков не пошел, потому что я был еще маленький. Ну там поставь, ладно. Да. Потому что он был еще маленький. Горя тебе со мной, да? А так, мама, а если бы ты маленькая была, тебя бы заставляли пойти. Ай, а что заставляли? Я бы сама пошла, еще бы перецеловала их всех. Я в детстве, знаешь, какая была? О, а ты у бабушки спросишь. Мам, скажи. Ну, вообще в детстве у мамы чувства страха отсутствовало полностью. Да. Она всех самых страшных пауков собирала и жуков. И вот так вот носила, всех пугала. Все визжали, все воспитатели в садике визжали. Все, мы поели. Мы, Николай В. Рима Владимировна, заканчиваем трапезу. Заканчиваем трапезу. Они только начинают свою трапезу. Красотка моя. Что там тебе видно? Видно. Кусочек с коровьей носочек. Тебя видно? Видно. Какую красоту. Он улыбается, значит, уже все хорошо. Кушай, кушай, доченька. На здоровье. Я вот так сейчас и буду держать. Кушай, доченька, кушай. Укусно тебе. Ну, все. Всего вам доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока. Чтобы не пропустить наше новое видео, которое выходит каждый день. Пока. До завтра. Мы расскажем о буднях нашей семьи. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. Давайте до завтра. Пока-пока. Пишите нам. Субтитры сделал DimaTorzok